всем привет с вами как всегда вульф и сегодня в меломании немецкая трэш speed power heavy metal группа под названием iron angel поехали что ж сегодня смотря на этих музыкантов которые проектируются на ваших экранах вы вряд ли сможете узнать их старую банду в свое время создававшую не слабую конкуренцию таким именитым группам как creator destruction и sodam узнаваемости также не прибавить то что из всех членов команды которые на сегодняшний день фигурируют в группе сейчас только остался в строю один единственный участник начального состава вокалист гирк шрёдер совсем недавно группа буквально проснувшись от долгой спячки спустя несколько десятилетий вдруг неожиданно выдала в течение двух лет 2018 по 2020 два полноформатных альбома заставив тем самым не только вновь говорить о себе но и напомнить многим о своем великом хотя и уже подзабытым прошлым а ведь реально есть что вспомнить мало того что коллектив имел свой неповторимый и узнаваемый стиль исполнения так еще и по факту как я уже говорил выше стоял у самых истока возникновения трэш спида металлов германии и уже 1985 вместе с destruction creator one in force и содом давал жару на известном тогда ферги фестивале дортменском live station но это уже случилось то время когда iron angel выпустили свой первый полноформатный альбом сама же история возникновения и становления коллектива как группы началась еще раньше произошло это в 1983 когда майк матес и торстон лохман отвернулись своей тогдашней нынешней группы под названием metal gods чтобы создать новую уже под именем iron angel представляющий уже гораздо более тяжелый проект чем их предыдущая группа в последующей же неделе состав новой формации пополнили свен стровен петер витке и дирк шрёдер после чего порепетировав несколько месяцев банда уже дала свой первый концерт на небольшом фестивале в гамбурге этот концерт был так хорошо принят фанатами что iron angel решили записать свое первое демо январе 84 тогдашняя кассета названная просто iron angel содержала 6 треков включая известные rush of power и wife of the devil после чего для нее уже открылись первые двери не только на немецкой андеграундной сцене но и даже в америке последующие концерты среди прочих destruction и sod'ом быстро распространили имя iron angel среди тогдашних фанатов но когда в 1985 вышла уже полная пластинка получившая название hellish crossfire многие не сомневались что перед ними происходило рождение новой звезды тефтонского металла настолько первый альбом поражал своей интересной начинкой hellish crossfire был очень темным под стать веномским ранним работам быстрым чем-то похожим на первый креаторский endless pain хотя и не был таким агрессивным и мощным по-своему адским но не таким жутким и трепещущим как тот же убийственный hell awaits группы slayer во всяком случае он имел себе какую-то невероятно притягательную и магнетическую сущность даже когда альбому не хватало явно тяжести и разнообразия хотя его арсенале имелся весь спектр гоночных бас барабанов и яростных рифов все равно эту пластинку хотелось слушать снова и снова через год в 1986 вышел новый альбом iron angel под названием winds of war что можно сказать лично меня он поверг немного ступор с одной стороны это был еще тот самый железный ангел они по-прежнему были грубые и жесткие а с другой некоторых песнях типа born to rock sea of flames is stronger than steel явно прослеживалась тенденция как по смягчению саунда а-ля accept так и улавливалась некая попытка уйти от мрачности первого лангплея более позитивному спидметаллу типа helloween или ему подобным не знаю хорошо это было или нет но уже тогда как по мне iron angel потеряли свои шансы стать супер великой группой так как начали терять свою индивидуальность и пошли на поводу популярных и легких решений даже несмотря на это альбом был очень хорош отлично собран созвучен и прекрасно выстроен а а затем последовал тур самим кин даймондом казалось у группы намечалось прекрасное будущее но разногласия возникшие на почве творчества наверное сказала все таки резкое изменение стилевой составляющей быстро похоронила так и не засверкавшую на полную катушку молодую только начавшую зреть металлическую банду в общем группа распалась впрочем попытки собраться были и происходили с некоторыми перерывами первый reunion наметился еще во второй середине 90-х но так ни к чему и не привел потом уже в двухтысячных ангелам как-то удалось написать даже некое подобие альбома но не удалось его выпустить и только 2015 им посчастливилось наконец-то сойтись хотя опять же восстановление прошло не так как хотелось к сожалению оба гитариста участники первых двух альбомов уже никогда не вернутся так что на их место как ровно и на места других пришли совсем же новые люди в общем с этим составом шрёдер оказавшийся оставшимся единственными из основателей группы потом и записал как я уже говорил ранее два новых альбома хэлбаун 2018 и эмералд айс 2020 вы наверное спросите почему я не говорю не раздельно а как бы вместе да потому что они в принципе очень похожи обе пластинки это современный пауэр металл лучших своих проявлениях с небольшими вкреплениями еще и спида и трэша представляющие себя логичное продолжение концепции в prince of war 86 года конечно лично я хотел бы чтобы группа выдала что-то в духе hellish crossfire но и на том как говорится спасибо видимо такое отполированное до блеска мелодичное одновременно агрессивное тяжелое звучание уж слишком запало им души им сложно от такого отказываться а так все как в 86 шрёдер настолько распелся что мог бы соперничать лучшие годы с теми же уда или торнила гитарных запилов столько что не успевая считать один боевик сменяет другой так как пролетают деревья когда смотришь в окно едем машине в общем группа вернулась вернулась по ходу надолго и хотя я не любитель пауэр металла но здесь как говорится совсем другой случай это тот момент когда от такой группы всегда ждешь того чем она взяла свое время и пусть надежда на это мала но вдруг чем черт не шутит и ангелы еще выдадут в будущем свою лучшую или новую версию hellish crossfire а на этом у меня пока все с вами был как всегда вульф и до новых видео меломании всем пока